Накануне 30-летия образования ветеранской организации ОВД министр Иван Бахилов провел встречу с председателем Совета ветеранов МВД по Адыгее, полковником милиции в отставке Азметом Хутызом. Иван Бахилов поздравил лично Азмета Концауевича и всех ветеранов органов внутренних дел Адыгеи с юбилеем образования ветеранской организации. Совет ветеранов ОВД Адыгеи за годы своего существования завоевал заслуженный авторитет не только среди общественных объединений республики, но и на федеральном уровне. На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия и аспекты профессионального восстановления молодых полицейских. Далее коротко о некоторых происшествиях и мероприятиях в ведомстве. В прямом эфире на радио «Россия Адыгея» начальник подразделения КМВД Руслан Жачемуков и заведующий сектором платежных систем и расчетов отделения Нацбанка Адам Мугу рассказали о телефонных мошенниках, суммах, которые теряют жители республики, об основных признаках обмана и, самое главное, о том, как защитить себя и своих близких от аферистов. В рамках Всероссийской профилактической операции «Дети России-2021» делегация от МВД посетила Адыгейскую республиканскую школу-интернат для детей-сирот. Для ребят здесь созданы комфортные условия существования, что является одной из основных задач школы-интерната. Стражи правопорядка довели до ребят информацию о вреде наркотиков и мерах ответственности. В МВД с 15 апреля стартовала операция «Твой выбор». Акция направлена на предупреждение преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в противоправную деятельность и профилактику экстремистских проявлений. В мероприятиях принимают участие участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники подразделений уголовного розыска по контролю за оборотом наркотиков и Центра по противодействию экстремизму. Сотрудниками УФСБ России по Адыгеи и оперативниками Управления экономической безопасности Республиканского МВД в рамках работы по документированию противоправной деятельности 34-летнего жителя Московской области генерального директора ООО выявлен новый эпизод хищения бюджетных средств в крупном размере. Установлено, что по итогам аукциона в 2020 году между фирмой в лице гендиректора 34-летнего жителя Московской области и госучреждением Адыгеи в строительной сфере был заключен контракт на возведение фельдшерско-акушерского пункта в поселке Подгорном Майкопского района. Стоимость работ составила около 4 миллионов рублей. Позже гендиректор указанного общества читался составленными им заведомо фиктивными актами о приемке. В результате на объекте фактически не выполнены работы на сумму более 400 тысяч рублей. Следственным управлением МВД в отношении фигуранта возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК России. Санкция – наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В Майкопе состоялось заседание общественного совета при МВД по республике Адыгея. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия полиции и общественности по вопросам профилактики мошенничества и наркомании. Началось заседание с того, что Аслан Хакушинов представил министра Ивана Бахилова членом совета. Затем глава МВД высказался о том, какой ему представляется совместная деятельность МВД и общественников. Первый вопрос заседания касался укрепления взаимодействия ОВД и институтов гражданского общества. Необходимо проделать большой объем в сфере обеспечения дорожной безопасности и профилактики правонарушений. Глава МВД на заседании отметил, что важным в данном направлении считает функционирование кибердружин на базах двух крупнейших вузов Адыгеи – МГТУ и АГУ. В их состав, по мнению министра, должны быть включены наиболее активные и подкованные в IT-технологиях студенты. Второй актуальный вопрос повестки дня – работа сотрудников полиции по профилактике наркомании среди молодежи и участия в ней институтов гражданского общества. После просмотра тематического видеоролика с докладом выступил начальник ОНК МВД, полковник полиции Рустам Нахушев. На заседании с советом рассмотрены и организационные моменты, в том числе и вхождение в состав новых кандидатов. Глава МВД вручил удостоверение членов общественного совета при МВД по республике Адыгея, председателю Союза женщин республики Адыгея Галиме Твороковой и декану инженерно-экономического факультета МГТУ Мурату Бедонокову. В эти дни министр Иван Бахилов встретился с архиепископом Майкопской и Адыгейской епархии Владыкой Тихоном и муфтием мусульман Адыгеи и Краснодарского края Аскарбием Кардановым. В ходе общения глава ведомства проинформировал духовных лидеров о намерении впредь продолжить и активно развивать взаимодействие МВД со всеми общественными организациями. Иван Бахилов поблагодарил архиепископа и муфтия за многолетнюю совместную работу. Он подчеркнул, что для МВД взаимодействие с религиозными организациями является одним из важных направлений деятельности. В ходе встречи достигнута договоренность о детальном рассмотрении в ближайшее время вопросов сотрудничества по отдельным направлениям МВД по республике Адыгея и основных религиозных конфессий. Отдел МВД России по городу Майкопу возглавил полковник полиции Сергей Логинов. До этого назначения в течение двух лет он занимал должность начальника отдела МВД России по Тахтамукайскому району. На службу в УВД Сергей Логинов пришел в 1995 году. Более 20 лет работал на различных должностях, подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства. Представил нового начальника отдела МВД России по городу Майкопу министр внутренних дел по республике Адыгея Иван Бахилов.